и котельон. Наиболее популярны были контраданцы, но у меня это оставалось церемониальным танцем и все еще исполнялся в Олмаксе, Бате и других ведущих ассамблеях, о которых я рассказывала в прошлый раз, когда у нас была речь о третьей главе. Очевидно, еще ранее форма вальса появилась до 1812 года, изначально в качестве фигуры контриданца. А позже получила распространение уже более современная версия вальса. Ричардсон не уточняет, какая именно, но, видимо, имеется в виду вальс, слился на закрытой паре. Шотландские риллы, то есть шотландские контраданцы, также были популярны до самого правления Катрио-Виктория. В четвертой главе Ричардсон рассказывает, дает некоторую историческую справку о том, откуда есть пошли ритансы популярные в первой половине XIX века со специальной оговоркой, что это делается для того, чтобы не загружать в дальнейшие главы какими-то бесконечными историческими справками. Собрать их все в одну главу, а уже о самих танцах подробно рассказывать в следующем. Можно... Подождите, не нужно следующий слайд. Вот на этом слайде приведены картинки, которые изображают вероятных предшественников для танцев XIX века, и мы о них обо всех поговорим позже. Они все будут позже. Можно тогда следующий слайд. Если XIX век называют веком Мальса, то XVIII век это, несомненно, век Минуэта. Тут цитата непосредственно из главы приведена. В верхней части слайда. Спасибо. Я постаралась найти картиночку с Минуэтом, которая соответствует вашим современным представлениям о Дрескоде. Мне вроде бы видно. Да, так контрастнее. Я не знаю, как это в трансляции выглядит. В трансляции все хорошо. Вот. Здесь на картине Иронила Джансенса изображен Минуэт. Как видите, его там звала одна штука из всех, как это и традиционно. В целом, все согласны то, что Минуэт развился из одного из Бранли и Суиты Бранли, которые открывались в Балли XVII века, а именно из Бранли Пуату. Вот, наверное, в этом месте. Вот откуда? Вот, наверное, в этом месте следует заранее извиниться, потому что сейчас этот весь доклад будет чем-то вроде эксперимента. Потому что я, на самом деле, занимаюсь основным с 19 веком и в истории танцев эпохи барокко и раньше не очень хорошо разбираюсь. Поэтому я цитирую Ричардсон практически дословно. а рядом присутствует... Ты предпочтешь, чтобы мы сразу по дороге обсуждали или в конце? Я думаю, что я предпочту по дороге, но буду сама говорить, когда лучше делать. Таким образом, мы сейчас попробуем поспорить непосредственно с Ричардсоном, а я для чистоты эксперимента буду таким вот незаинтересованным рассказчиком без бэкграунда. Так вот, заранее прошу прощения за мой французский и за информацию, которую я буду залогать. Так вот, мы остановились на Бранли-Пуату. Ранняя версия этого Бранли описана Арго в архизографии в 1588 году, а поздняя де Лозом, о котором сегодня уже была речь в его апологии танца в 1623 году, которую на английский в середине XX века перевела Джан Бальдеклад. Французское название именует, можно уже следующий слайд? Выпоминает по-моему, спорю? По-видимому, я скажу, когда поспорю. По-видимому, название происходит от термина «паминю» «маленькие шаги». Прилежный исследователь Курт Саш, как его называет Ричардсон, в своей мировой истории танца 1939 года упоминает, что термин «паминю» «маленькие шаги» упоминается в литературе аж в XVII веке. По-другому, название танца происходит от «бранль-Амене», который «делос» считают альтернативным названием всего того же «бранль-Амене», «правоту». Вот в этом месте можно начинать спорь. Ну, то, что мы знаем сейчас, у нас было докладно, посмотреть точно в какой момент, статьи Тильдена Расселов, в которой он критикует идею о том, что вообще ссылка на то, что «минуэт» произошел от «бранль-Апуату», есть только у «рамо». Причем «рамо» пишет, что «минуэт» произошел от танца из провинции «пуату». Он иди не пишет, что он произошел от «бранль-Апуату». И косвенным контрдоводом является то, что у «люли», и не только у него, у нас в XVII веке параллельно в одном и том же источнике встречается музыка для «бранль-Апуату» и музыка для «минуэта». То есть это две разные музыки по мнению авторов музыки. Они не похожи. Они не похожи. Они современные друг к другу. Это конец вторая половина XVII века. «Минуэт» появляется примерно в 60-е. Если я правильно помню, первая такая значимая музыка «Минуэта» это «Мещанин во дворянстве» 1665 год, если я не ошибаюсь. Я могу ошибаться. Я не помню. «Минуэт» «Минуэт» Но музыка там она точно есть уже, скажем так. То есть конец 60-х «Минуэт» точно есть, при этом в качестве вступительного «бранля» на балу танцуются «бранль-Сампуль», «бранль-Гей» и «бранль-Пуату» или «бранль-Амине». И действительно это одно и то же. То есть из всего эта сеть информации мы заключаем то, что «бранль-Амине» это действительно то же самое, что «бранль-Пуату». Ну сейчас считается, что да. Вот. Но они существовали с «минуэтом» параллельно и скорее всего не являлись предками. Может быть они предки одного общего танца, может быть они родственные, может быть они просто из одной «бранль-Амине». Мы не знаем. Ну и отдельно про «бранль-Амине» хорошая работа есть у Ростислава, смотрите конференцию, он там рассказывал много и подробно. Ну я потом уже посмотрела то, что было множество докладов на смежные темы, но мы сейчас насколько я понимаю будем обсуждать широко известные вещи, но в варианте, который именно Ричерцер предлагал. Так вот, я подчеркну то, что вот практически дословный перевод того, что пишет Ричерцер, то, что «минуэт» разлился из одного из «бранль» в составе «сюиты Бранль». Прямо он так и пишет. Получается, что он не очень-то прав. Наверное, следующий слайд можно? Следующий. Можно слайд? Можно слайд следующий. Еще что говорить, что-то толковато слышно. Сейчас этимология названия. Не надо так много. Ну да, хорошо. Пойдет. Про этимологию названия я хотела еще много поговорить, потому что почему-то этому уделяется безумное количество внимания в этой самой главе 4. но перед этим следует сказать, перед тем следует сказать, что ритмические особенности «бранль» привлекли внимание композиторов Луика Перена и Жанна Батиста Люли. Это цитата в середине 17 века. И они включили какие-то мелодии на манер вот этого самого «бранль» поату в балеты написаны для Людовика 14-го, но под названием «Э» или «Симфония». А термин иммуэт, как название танца, там не прозвучал. Впервые он появился в «Лемараж Фокс», если я правильно это произношу, в 1664 году. Но никаких подробностей о том, что это вообще такое, там не забавно. Вот на этом моменте тоже есть немного поясните, что это за штука «Марьяш Фокс». Это балет. Это балет. Опера балет. По-моему, «Мальера». «Мальера». То есть если вибрессе «Мальера»… Извините, я работаю со звуком. Я на другой микрофон переключил, сейчас там будет шумно. В общем, я тогда повторю для тебя, что мануэт, как название танца, впервые появляется по версии Ричардсона в 1664 году в балете «Э» «Марьяш Фокс». «Марьяш Фокс». «Марьяш Фокс». «Марияж Фокс». Это… Как это по-русски-то сказать? Ну да, надо посмотреть, как по-русски переводят название. Да, в середине 60-х я мог перепутать название… Это Мольер, да? Не написано, там не указано, поэтому я уточняю. В смысле автор либретто, Мольер, автор мультики, видимо, Люли? Или там не написано? Не указано. Там это отдельное предложение и не однозначно, кто есть. Может, мы это отложим тогда, пока ты ищешь? Да-да. Шаги на это были введены в обиход Пьером Башаном, о котором мы сегодня много говорили, королевским мэндом балета. И свой вопрос, который у меня по его поводу был, я уже выяснила. Почему же вы иногда называли Шагом? Минуэт, если... Марья Шварце, комедий-балет... Люли. Марья Рюли. Да, 1964 год. Так что всё-всё-всё правильно. Борже, после Башана, его хореография была усовершенствована, его последовательно. Луи Пикур, про которого Личардсон дословно пишет, что он сменил Башану должностью мэтра балета. Как мы сейчас выяснили, что они не были непосредственными. Он тоже не был. Последовательно. То есть, Пикур пришёл не сразу после Башана. Пикур пришёл сразу после Башана, возможно, у них были разные должности. Это мог быть мэтр балета и личный учитель короля, это разные должности. Это может быть один и тот же человек. У меня не должен быть видна. У тебя видно, я руку и вижу. Руколюция. Хорошо. Что касается заслуг Пикур, то он изменил форму ключевой фигуры с S-образной на Z-образную. И, возможно, именно он создал миноэра а-ля-хо, используемую для придворных баллах. Придворный миноэр как упрощённую версию того, что танцевал из балета, для того, чтобы её могли танцевать при дворе все желающие. К концу XVII века эта версия миноэра заменила Куранту в качестве церемониального танца и продержалась до французской революции. А в Англии ещё и захватила начало XIX века, хотя танцевали её там по выражению Ричардсона похуже. Есть мнение, что всё-таки Куранта погибла позже, то есть не в самом начале XVIII века. Талберт говорит, что Куранта всё ещё основной танец даже во Франции, в XVII веке он пишет. Если вернуться к этимологии названия, которое почему-то уделено безумное количество времени, то если мы примем то, что Миноэд появился как название танцев в 1664 году, то непонятно, как быть с историей Кастил Блаза в его «Ля дамне ле валя» 1832 года. Видимо, имеется в виду книга с гораздо более длинным названием, которое не в состоянии воспроизвести. Но, тем не менее, это Кастил Блаз в 1832 год. Как он Блаза здесь? Кастиль Блаз. Кастиль Блаз. Кастиль Блаз. Ладно. Какие из такой? Франсуа Анри Жозеф Блаз. Настоящее имя. Хорошо. Он родился в Кавайоне, умер в Париже. Французский музыковед, музыкальный критик, композитор и издатель. Франция почитается как первый французский музыкальный критик по профессии. Так вот, в этой самой книге 1832 года он напоминает о Маргарите Забалуа, которая, цитата, так великолепно фасывала в Менуэд, что Дон Хуан Австрийский поспешно сорвался из Брюсселя в Париж, только чтобы увидеть её танцующей. А речь, вообще-то, идёт про 16-й век. Ну, скорее всего, надо проверять его ссылки, есть ли там цитата. Ты знаешь, есть книжка... Ну, цитату сам Ричардсон приводит. Не, ну откуда это? Сейчас там всё будет. Соответственно, дальше перейдут версии о том, откуда он это взял. Во-первых, он только немножко упоминает об этой истории с цветистыми деталями и никаких подробностей не рассказывает. И нормальному человеку, первым делом, странно, почему, например, Арбоу не упоминал Менуэд, потому что в это самое время, когда жила Маргарита до Волуа, он вполне себе тоже был. При всей его любви к предлогам танца Менуэд он не упоминает. То есть как минимум странно, что он был так ранее. Также ещё нужно учесть то, что существует упоминание Менуэда ранее как название танца «Le mariage de la musique avec la danse» 1664 год. Эта книга была своеобразным левком Гийома Думинора, короля скрипок и главы общества танцмейстеров и музыкантов в адрес Королевской танцевальной академии, которую учредил Людовик XIV. Они не дружили. Он плохо отзывался о компетентности академиков, говорил, что они такие злые и нехорошие, что могут даже перепутать ритм, сарабанды, чеконы и Менуэд. Ну ты знаешь, да, почему они не дружили? Почему они не дружили, я не знаю, но если... Может был доклад. Вот, хорошо, спасибо. Я после тебя прервала, давай я расскажу. Собственно, в моём докладе, Значит, там идея была такая, когда Королевскую академию танцы организовывали, ей выдавали патент на одобрение то ли танцев, то ли музыки, короче, то, чем занимались раньше скрипачи. Вот это вот, видите, скрипачей. Короче, фактически у скрипачей отобрали легальную возможность получения взяток. Денег, короче, их лишили. А зачем им взятки? Ну, хорошо, за. Официального заработка, да? Раньше они выдавали разрешение на, вот я не помню, что, по-моему, на танцы какие-то, или на преподавание, ну, короче, что-то такое. А теперь стала выдавать академия танца, а они остались безработными, фактически. Вот, поэтому, естественно, они не любили, скрипачи не любили академию танца. Ну, естественно, они же не могли сказать, что Людовик лишил нас денег. Они теперь начинали говорить гадости такие, обходные. Вот, но интересен этот момент не гадостями, а тем, что Киом Люминор упоминал все названия танцев, вот, сарабанду, чекону, собственно, с большой буквы, а минуэт с маленькой. И, может быть, это, конечно, ошибка наборщика, а может быть, это значит, что минуэт не обозначал, тогда отдельного танца, а обозначал кластер танцев, тип танцев на определенных шагах. Итак, что мы имеем? Мы имеем Костиль Блаза со странной историей про минуэт в 15 веке. Мы имеем вот это упоминание в книге Киома Люминора. Также еще рассказано о свидетельстве Анжелы Гайден из Института искусств Бирнгема, который изучает, который просто лингвист. И говорит, что согласно словарю арханического французского языка 9-го и 15-го веков, в то время слово минуэт употреблялось в качестве имени прилагательного и обозначало просто таким образом танцы, имеющие маленькие шаги. Я даже не знаю, по-русски это практически невозможно адекватно перевести. Это малошашковые танцы. Этимологические слова французского языка также говорит, что это было прилагательное до 17-го века, до тех пор, пока не стало названием модного танца при дворе Людовика XIV. Вот, возможно, в истории «Костиль Блаза» по Маргариту де Валуа также перепутаны либо минуэт и по меню, либо минуэт – слово употреблено в качестве прилагательного. А еще есть совсем такая простая и очень логичная версия, то, что, возможно, он просто как такой вдохновенный 18-ти вечный рассказчик имел в виду, что она просто хорошо танцевала, но для него танцевать означало танцевать минуэт, как вот для нас означает танцевать – танцевать вальс по умолчанию, а для нормального, современного человека – танцевать на дискотеке. Поэтому он написал танцевать минуэт исключительно бездумно, ради красного слова. Скажи, пожалуйста, фраза Блаза Костиля, она откуда взята самим Костилем? Указана? Нет. Ну, там дальше есть, но дальше есть, соответственно, ссылка на то, откуда он мог ее взять. Есть версия, что Костиль Блаз вообще всю историю взял из книги, ну, про путешествие Дона Фуана, взял из книги Каюзака «Танцы старые новые» «Для Дан Сан Шьена Модерна» 1754 года. Хорошо. Но это тоже может быть ключом к тому, почему он там сказал про минуэт, потому что в одном предложении Каюзак пишет, что для того, чтобы приобрести блестящую репутацию, было достаточно хорошо танцевать минуэт. Сразу после следующего предложения, он пишет, что Малгарита Дабалуа имела репутацию лучшей лесовщицей Европы. И он не говорил, что она танцевала минуэт. Но если будет там прочитать подряд твои предложения, может возникнуть впечатление, что она танцевала… Ну, Каюзак известная очень книжка. У меня еще замечание есть. У нас есть книжка 1924 года. 1800. В которой написано, что в России в времен Петра Первого танцевали «Экосес» и «Гросфада». Какая пресса. Там даже есть источники, понимаешь? И это очень близко, в принципе, с Костилем Блазом. Так что написать бред в 19 веке никто не мешает просто написать бред. Нет, я, к сожалению, не знакома близко с Костилем Блазом. Да, ныне покойный. Но мне очень нравится вот эта версия про то, что он действительно просто ляпнул для Красного Славца. Это очень вероятно. Ну, мне больше кажется, что вот версия про неверное прочтение Каюзак. Дернув только Каюзак – это очень известный источник. Это тоже самое ляпание для Красного Славца, по-моему. Нет, это неаккуратное прочтение источника без дополнительных знаний. Если ты действительно читаешь, что умение танцевать – это значило танцевать минуэт, а потом ты читаешь, что кто-то умел танцевать… Просто не посмотришь на даты автоматически, да. Понятно. У нас какой-то очень бурный диспут с перебиванием получается. Да, я что-то с этим сделаю. Так, например, можно сделать следующий слайд. Ну, ты сама сказала, что мы критикуем речку цену. Ну да, надо как-то просто более спокойно это делать танцевать. Не получается следующий слайд? Всё. Получилось. Получилось. Получилось, да. Так, получилось. Базовая форма минуэта была, как всем тут хорошо известно, описана и проиллюстрирована Ромо Мэтт о танце в 1725 году. А Келлан Томлинсон, о котором тоже упоминался английский учитель танцев, дал полное описание минуэта в своём искусстве танца, в 1728 году, то есть очень-очень близко по времени. Вот. О нём будет чуть-чуть позднее, поэтому он на этом слайде не появляется. Ну, и Магни, Магни, Магни в своих принципах хореографии 1765 года описал шаги и фигуры минуэта-королевы и минуэта-дольфина. Но я где-то слышала, что это сейчас как-то стараются не так называть. Минуэта-королевы. Вроде бы нельзя называть минуэтом-королевы, а правильно называть так и иначе. Нет, минуэта-дольфина. Ну, это королева. В общем, так или иначе эти танцы были созданы знаменитым танцмейстером Марселем, а описаны в принципах хореографии мани. А также, кроме них, там присутствует его самосочнённый знаменитый минуэт на музыку Джозефа Эксадер Уанск. Ну, давай я дополню. Сейчас мы знаем гораздо больше. Как минимум, у минуэт де ля Рейн был сочинён, по крайней мере, описан первый раз Ромо в том же 1925 году во втором переиздании книжки. Он называется Курсион у минуэт де ля Рейн. То есть Курсион имя собственное или минуэт де ля Рейн. Автор неизвестен, предположительно, сам Ромо, хотя он не может быть. Может быть, он у кого-то его взял и просто без авторства написал. То есть он не Марсель? Существенно раньше, по крайней мере, чем 1765 год. Цитаты из Ричард Сана созданы знаменитым танцмейстером Марселя. Марсель, да, известный танцмейстер. Может быть, это он, я не помню точно. Я не помню, куда жил Марсель, но, значит, известно, что первая публикация на 40 лет раньше, на самом деле. Ну вон оно что. Да, это, конечно, вы видели как это. Так, можно следующий слайд? Вот. Да, ну и, видимо, самое раннее описание стандартного минуэту это сейчас Тауберг, потому что это 1717 год. Да. Да, это раньше, конечно. Так. Ну уже. Ну уже. Ну уже. Вот. В Англии. То есть, правильно? Появление, да. Появление минуэта в Англии, в самой ранней его форме, согласно воспоминаниям или мемуарам Грамона, было связано, произошло в 1662 году, было связано с именем изданного изданного из Франции маркиза де Фоморено. Он представил минуэтку двору Чарльза II и не указано подробно, как же этот французский изгнанник в этот двор попал. Непонятно. Вот. И вообще, в принципе, к сожалению, о низкости маркиза де Фоморено ничего отличиться не сказано. Поэтому не могу сказать какой-то. За что его изгнали? Непонятно. Ничего там не написано. В любом случае, прошло значительное время, прежде чем этот танец завоевал популярность как предварный танец в английском дворе, он, по словам Ричардсона, в начале XVIII века уже полностью замещает куранту и становится церемониальным танцем. И Келлом Томлинсом в своей вышеупомянутой книге очень много времени посвящает на куранту, а куранту полностью игнорирует. Также, вот, Ричардсон предполагает, что переправляясь через Ла-Манш, минуэт потерял какие-то детали, особенности танцевания, потому что вот Стефан Филпот, учитель танцев в Льюисе в 1746 году много пишет о том, что все танцмейстеры учат танцевать минуэт по-разному с большими отличиями как в начальных и конечных фигурах, так и в характер исполнения шагов. И это иногда порождает путинус. То есть, видимо, может быть, его, конечно, маркиз об открытии зала «Карлайл» на площади Сахо, вот это, собственно, зал «Карлайл». я о нем рассказывала немножко в своем предыдущем докладе, то там можно прочесть, что вот в январе 1769 года открывается новый роскошный танцевальный зал для танцевания «Алеманта Катильона» с дополнительными комнатами, помимо такой большой танцевальный зал. — Какой дата еще раз? — 1769 год. То есть, минуэт даже не упомяну. Зал для танцевания «Алеманта Катильона». Через два года в газетной заметке про тот же зал «Карлайл» Сахо был рассказан, ну, был отчет такой небольшой о проведении ежегодного бала какого-то знаменитого танцмейстера, не упомянув такого имена. И там была следующая цитата. «После исполнения минуэта его ученики танцевали катильоны и алеманды, а после их выступления настало время танцевать для всех гостей. Подавались напитки, чай, кофе, лимонады, оржат, бисквиты и тому подобное. А пока ученики выступали, музыка звучала из других комнат, а для тех, кто желал в это время потанцевать катильон. Можно следующий слайд? Попробуем? Ну, в общем... Вообще-то, как-то плохо у них танцевать. Да-да. Чтобы понять, как же от такого холодного церемониального выигранного минуэта перешли ко всяким теплым и фривольным бальцам, нужно обратиться к именам французской революции. Это, собственно, цитата тоже из Ричардса на моем больном переводе. «Педовик XVI и Мария Антуанетта были королем королевы Франции, у них были пышные баллы в Версале, вы все это прекрасно понимаете, Минуэта, придворные танцы, ровные вершины славы, но к тому времени они были в этой вершине уже больше столетия, и все шло к тому, что они начинают потихоньку отживать. Изначально, появившись как попытка олицетворить дух средневекового рыцарства, турбадуров, минус-лингеров и прочее, к концу XVIII столетия Минуэтт превратился в такую карикатуру на искусственные строгие нормы этикета, манеру выпендриваться друг перед другом платьями, роскошью и богатством, и как-то окончательно оторвался от народа полностью и целиком, а в народе уже назревал дух романтизма. Особенно подчеркиваю, что там слово «романтизм» прямо прописано у Ричардсона, что он был в виду и поля. Это, видимо, литературный термин никак не связан с музыкальным. Литературный, искусственный, искусственный. В общем, в буржуазной среде Европы к тому моменту появился романтизм, и это все было уже очень далеко от всех традиций, связанных с исполнением Минуэта. И люди начали с вдохновением обращаться к народным крестьянским танцевыми бодиям. И таким образом эти более живые танцы тихо-тихо пробрались в дома среднего класса, постепенно проникли в высший свет, как, например, это случилось с контриданцами. Это был первый шаг в появлении более веселых, более фривольных танцев. Ну, а добила существование Минуэта во Франции французская революция в Англии еще какое-то время существовало. В начале 19-го века. End of story. Французская революция. Переходим к вами. Тут можно поспорить с чем-нибудь. Да, вроде проминает, вроде все, что надо было, да, спорили. Ну, единственное, что стоит отметить, там какая-то странная штука с тем, что есть схемы, нет схемы, все учет по-разному. Возможно просто иметься в виду, что Минуэт был импровизационным танцем. Нет, нет, Юля, там сказано, я, наверное, не четко выразила. Нет, я так понимаю, что он имеет в виду, вот Минуэт тот самый. Ну, сказано следующее. То, что вот, если ты поменуешь в Англии, то, что разные танцмейстеры учат разному характеру исполнения начала, концовок и шагов. То есть, возможно, схема-то была одинаковая. То есть, начало, фигура. Да, начальная фигура, конечная фигура в парковке и шагов. Ну, шаги разные есть уже у Магрии. У всех. Мне кажется, тут очень важно словосочетание характера исполнения. Скорее всего, шаги-то были одинаковые, но какие-то вот... Не, именно витки-то от них меняется все. Ну, я думаю, что это совершенно нормально. Разные преподаватели, каждый имеет свой взгляд на шоколад и все. Ну, в общем, по словам современников, это создавало проблему. То есть, людям из разных танцевальных школ вместе танцевать было неудобно. Вот такая фраза есть? Этой фразы нет. Именно эта фраза просто сказано создавала проблему. Австракт. Это мое предположение, что, наверное, вместе было. Хорошо. Так, переходим к вальсу. Тут я отрезала кусочек от цитаты и осталось то, что XIX век может быть назван веком вальса. В общем, картинка с изображением раннего вальса. Обратите внимание, 1806 год. По каким-то причинам Ричардсон очень подчеркивает в себе вальса 1812 года. Никак это не поясняет, но у него время популярное. Ну, как-то вот все, что он говорит о вальсе, оно делится на ранний вальс до 1812 года, ну и всякий остальной после 1812 года. Он никак не поясняет, почему его так заострило на этом году. Ну, но это факт. Кажется, у меня есть активность. Что же там произошло? Каратея Ливен не в 12-м году приехала. Ну, вообще, 12-й год знаковый для Англии, потому что у них в 12-м году случилась война 1812 года, причем не с Наполеоном. В смысле, они со штатными воевали? Да, они со штатными вальсами. Да, они со штатными вальсами. Да, они со штатными вальсами. Мне кажется, что Ливен где-то просто рядом приехал. Ливен и Козловский. Козловский? Да. Вот, это на самом деле, ну, это гравюр Крюкшенко. Крюкшенко, да. Крюкшенко, да. И она где-то, ну, вот, 12-й-15-й год. И там он не танцует вальс. Точно. Тем не менее, вот, совершенно в такой же манере танцуют вальс в 1806 году. Ничего спорно танцуют ли они вальс, потому что выглядит это как Матчиш от Ирин Кастл. Да, да. Вот там снизу у Уолцера написано. Уолцера написано. А танцуют они вальс, нет? Вот ты видишь, что они вальс танцуют? Вот я вижу, что они танцуют алемандо. Я сейчас об этом поговорю. Так вот, вальс, по словам Ричардсона, вальс в его ранней форме алемандо, то есть вальс алемандо, включающий сложное положение приобретающихся рук, но без близкой закрытой позиции, был известен в Англии задолго до вот этого самого 1812-го волшебного года. И использовался, вероятно, изначально как фигура Катериона или Контриданса. Слово вальс обозначает просто поворот, а сам танец происходит в вращательного крестьянского танца или группы таких танцев. У этой теории есть противники и сторонники. Давайте следующий слайд, пожалуйста. Есть так называемое название, французская точка зрения, то что вальс это прямой потомок Гольярды, а скорее всего Вольта. Это полная трэш. Немножко трэшово звучит, но я вынуждена это изложить, потому что об этом там пишется. Вот, пожалуйста, картинка, изображающая Вольту, все примерно себе ее представляют. Дальше Ричардсон пишет про Вольту, как она описана, арбо в архизографии, происходит от прованского вращательного танца. А сам арбо эту Вольту не одобрял и писал, что она подвергает опасности не только репутацию, но и здоровье. Да, вот это так. Тем не менее, Вольта стала популярна при французском дворе. И в Англии королева Елизавета I, и Мэри Шотландская, ее танцевали, очень любили, и Вольту упоминает Шекспир. Даже если щелкнуть дальше, наверное, Вольту, нет, не упомяну Шекспир, Вольту жалко. В 1650-м, это Шекспир, король... не Лир. Не Лир. Это очень известная цитата. Господи. Я хотела, хотела вписать... Дальше поехали. Все равно Вольта не имеет отношения к Вольту. В 1650-м году и около того Вольта была запрещена при французском дворе. Давайте забудем эту версию как страшный слон, потому что это действительно очень шокирующе выглядит. Следующий вариант, это немецкая версия происхождения от народных вращательных танцев, таких как Лендлер или Дрейер. Дрейер, правильно он еще так читается? Да, Дрейер. Дрейер был популярен в Баварии, а Лендлер происходит от названия места Ленду, или маленькая страна, Little Country, к югу от Австрии. По сути дела это были абсолютно одинаковые танцы, но имели разные названия по своему месту расположения. Уилсон в 1816 году писал, что вальс берет начало от немецких танцев и был впервые представлен в Свабии. Это один из девяти немецких округов того времени, который также носил название Алимании. Что почему-то вот, почему-то вдруг Ричардсон подчеркивает, давайте догадаемся почему. Итальянец Карло Гвазис несколько позже полагает, что вальс пришел из Швейцарии, но никаких подробностей здесь не указано. Курцаж в своей мировой истории танца 1938 года. Он ЗАГС. Он ЗАГС. Он ЗАГС. Цитирует стихотворение Николая Лино. Дерс террертанс. Где описаны движения Лендлера. Пара делает ряд движений, вращаясь под скрещенными руками. Штейн. Забей. Ладно. И только ближе к консультанции образует пара, закрывается и встает в привычную нам вальцевую позицию. Помните, вот это нам и вон привозило. Длинну, 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 алиманду, где в консультанции закрываются вальцевую позицию неприлично. В общем, это все-таки было и было в восемнадцатом еще веке. Можно следить? Ну, и он тоже в восемнадцатом веке. Ну, так я думаю. Ну, так я думаю. Я уже немножко сказала. Здесь следует отметить то, что ни в одной... Сейчас. Тут интересно. Согласно Ричардсону, Уилсоновское описание правильного способа вальсировать. Вот картинка оттуда. Не содержит ни одного изображения закрытой пары. Да ладно. Сколько угодно. Вот здесь изображение закрытой пары. А Ричардсон пишет, что конкретно в этом источнике закрытая пара ни разу не изображена. Вот, пожалуйста. На шесть часов, на пять часов. И далее на три, на два. На все. Все. Кроме первых двух. Кроме одиннадцати и девяти. Фиг один и фиг два. Правильно. Да. Я просто не вижу фиги отсюда. Снизу подписаны. Они по кругу, начиная с левой пары, которая у музыканта. В общем, это очень интересное место. И я не понимаю, Филы кого-нибудь. Возможно, в его копии просто не было этой картинки. Кроме на алибе. Так вот. А положение рук похоже на те, которые описаны в основах алиман Бензюбоа. Оно тут действительно похоже. Ничего нельзя сделать. Эдвин Эванс в своих музыке и танце дает очень, год не указан, к сожалению, дает полезное замечание по поводу танцевания вальса. Полезное замечание – это дословная цитата, но это, скорее, смешные шутки и байки. Когда вальс… Дальше мой вольный перевод цитат. Когда вальс впервые представили Гвиния, только простолюдины на него отваживались. Какие простолюдины эти? О чем они? Остальные подчеркнуто игнорировали. Видимо, там имеется в виду то, что переводится сейчас нами как простолюдины, и, видимо, обозначалось просто люди не очень правильных светских манер. Есть аристократия, а есть простолюдины. Но вот common people там явно имеется в виду, что это не какие-то просто людины с улицы. Ну, надо смотреть на оригинальную цитату. Нет, тут трудно сказать, надо смотреть на оригинальную цитату. Просто в любом поведении. А у него есть библиография? Да. В более демократичной праге вальс быстро вошел в моду, что пока его не запретили императорским указом в 1785 году. Но Вена – это истинное место появления вальса как городского танца. Его изначально называли немецким танцем или просто дойчем. Вене впервые сочинили именно для него музыку, которая называлась музыкой для вальса, и сто лет после этого сочиняли его лучшие образцы этой самой музыки. Это все еще пишет Эдвин Эванс. Моцарк не писал непосредственно вальсов, но оставил после себя 50 дойчеров и 6 ленглеров, что по сути тоже самое. И в ноябре 1795 года Бетховен представил свои 12 дойчеров для исполнения валах. Это у него был заказ какой-то высочайший. 20 дойчей, 15 дойчей. Это хороший вопрос. Мы сейчас с Марией, да. Это приятная идея сказать, что это одно и то же, но это, так сказать, исследование, которое, наверное, Мария будет делать в следующем году. Однако же известно то, что ранние мелодии вальса или того, что считают равным вальсу, потому что это типа дойчер и дочер, имели размер 3 восьмых или 6 восьмых, в отличие от многих современных. А в шесть оосьмых ни разу есть. За что купила, за то и продаю. И одной из них считается знаменитой «Милый Агустин» или «Агустин». Впервые на сцене вальс появился, предположительно, в 1787 году в опере Венсена Мартина или Мартина «Уна Казарара». В 1800 году он появился в балете Пьера Гарделя «Ля Денсимани». Ну и еще смешное примечание то, что танцующие свои дрейеры и лендлеры, крестьяне, поднимали во вращении ноги по шпаках, потому что у них там полы были земляные или деревянные, неудобно. И более поздний, уже более облагороженный, любившийся в высшем свете, лендлер и даже дойчер сохранял вот эту шаговую структуру без скольжений. И партнеры там все время шагали. И только в Вене, на Венском паркете полированном, вальс превратился в скользящий танец. Следующий слайд. Вот, пожалуйста, это Питер Брейгель-старший. Фрагмент его картины «Крестьянский танец». Просто для сравнения положения рук чуть-чуть похоже. Ну, чуть-чуточку похоже. Это рабочий полхозница. Ну, практически, да. Нет, но видно, что он… Это фигура Саломей, которая делает вот так, мне кажется. Нет, мне сначала казалось, что это что-то типа ручейка, а вот теперь мне кажется, что он просто хочет, как в Хастле, ее очень быстро прокрутить под рукой. Вот он ее заводит. Нет, я думаю, что это надо, да, к Вионе, в смысле, что такие картинки ни о чем вообще. Не надо использовать это как иконографический источник. Да, я вообще не пытаюсь, просто я красивые картинки люблю. Исследуй фильм. А вот это вот изображение я не нашла, к сожалению, чье и года, но подписано, что пара танцующая Лэндлер. Я тебе скажу, чье. Знаешь? Да, конечно. Это туалет из Гишейн Фердидамена и роллер, 1808 год. И это описание той самой Леманды, которую все знают под названием немецкий Лэндлер. Это, собственно, фигура из нее, которую мы все танцуем. Она есть, если что, на сайте Айни. Эта картинка. Именно. Очень хорошо. И тут прекрасная дама, у которой тень падает на глаза, она напоминает Зорро. Не знаю, я на Фемиду напомнила. На Фемиду, да, тоже неплохо. Вот. Ну и, соответственно... Танцуешь ты такой с дамой, она хована и на лесах тебя взвешивает. Вот. Интересное и понятное описание вальса по словам Ричардсона в Германии второй половине XVII века дано в истории вальса доктора Эдуарда Ризера. Этот самый доктор Эдуард Ризер отмечает, что в XVIII веке... Что такое? В XVIII веке вальс уже потерял характерное для Лендлера движение, вроде, цитата, вращение дамы под руками, пока ее партнер топает рядом. Однако сохранил шаги Глендлера, то есть не приобрел еще вот таких там... никакой скользящей структуры, а танцевался гораздо быстрее. Ну и да, можно следующий слайд, пожалуйста. Да, только простолюдины, снова упоминание, отваживались его танцевать из-за большого количества неделикатных движений. Вот я попыталась найти карикатуры, на которых более-менее видны все эти неделикатные движения. Мы просто даму уронили, мне кажется, справа. Ну там вообще какой-то ад справа происходит и погиб. Довольно задуманно. Вот эта картинка справа мне очень напоминает вот эту современную картинку, про нет смысла объяснять, что происходит, у нас просто все хорошо. То есть просто наши баллы? Да, это просто наши баллы Золотолевский слэм, а это известная карикатура. Так, давайте дальше. Карикатура Ли? Да, карикатура, конечно. Она существует в цветном варианте. Ну и миллионы, да. Так, чтобы на слайде растянуться вот только вот такая. Ну смотри на пальцы, какая же это не карикатура. Ну ладно. Если меня слышат люди, которые танцуют в реальной жизни, не делайте пальцы, как кавалер справа, никогда. Классно, да, мне нравится. Давайте дальше. Ну да, мы слева, это хорошо. Ну и наконец, Контраданс и Контраданс и Котильон. Я абсолютно не уверена, что на этой картине происходит что-то из этих танцев. Но зато эта картина тоже очень классно изображает ситуацию на современных баллах, когда нужно потанцевать Контраданс. Особенно учитывая, что тут все дамы. Да, все дамы стоят в сете. Эта картинка ничего не значит, просто мне казалось, что она всех позабавит. Итак, в течение 18 века Контраданс... Начнем с английских Контраданс. В течение 18 века они завоевывали популярность в английских байных залах. Вот, например, следующий слайд, пожалуйста. В Бате, где тогда царил Бонеш, про его чудесные манеры, мишный способ вести на свои танцевальные вечера и отзывы про пожилые дамы и детей, я подробно рассказывала в прошлый раз. В общем, у Бонеша Контрадансы были в большом почете, и почти весь балл танцевали их, без исключения Минуэта, потому что всюду они начинались после предваряющего все баллы Минуэта. Начинались с Контраданса. Сначала Минуэта не меньше двух часов, а потом все остальное. Я об этом рассказывала. И примерно так же обстояли дела во всех ассамблеях, во всех танцевальных залах того времени в Англии. Контрадансы имеют, несомненно, английское происхождение, народное, и нельзя точно определить их время прихода, потому что они вот такие вот все народные. Впервые описаны Джоном Плейфордом в книге English Dance Master в 1651 году, наверное, можно следующий слайд, которая переиздавалась больше 17 раз, как написано у Ричардсону. До 1728 года в каждое переиздание обходили какие-то новые танцы, список как-то переделывали, и вышло еще одно или два обобщающих издания, в которых вошло все, что каталикам не упоминалось. Как правильно замечал Юрий, в 1928 году уже и не Плейфорд был, и даже не его сын, но это несущественно. Ну да, но 1928 это какое-то новое переиздание. Это они не переиздание, на самом деле. Нет, это они каждый раз добавляли. Каждый раз они меняли, да. Совершенно верно. Вот так об этом и говорится. Почти каждый раз. Не сильно уже в конце не очень сильно. Изначально контратанцы имели несколько форм. Круговую, например, Сэн Ленджерс Раунд, это название танца, квадратно-восьмерочную. Это дословный перевод того, что там написано, но я думаю, что он имел ввиду каре. Например, любимый танец Чарльза II, кукол Соларай и лангвеи, привычные нам, такие как гримслимс. Но постепенно лангвеи вытеснили все остальные формы, и в этом виде, то есть в виде победившего лангвея, английские контратанцы пришли во Францию. Скажи, пожалуйста, у тебя упомянутся только Плейфорте Вилсон, потому что их упоминает... Да, конечно же, я про Ричардсон сейчас рассказываю. Так вот, Фье описывает только лангвеи во Францию. Во Франции пришли победившие лангвеи, и их там описывает Фье. Ну, в них дальше Ричардсон рассказывает непосвященному читателю, что такое лангвеи. Я могу это пропустить, потому что там две линии и все такое. Интересным замечанием было только то, что если в сете было меньше восьми пар, то сет танцевал как единое целое, а если больше восьми, то тогда он разбивался на трипл-майнеры или дупл-майнеры. Это довольно интересно. То есть восемь пар у нас уже считается приличненьким сетом по размеру. Подожди, а ты делаешь эту цитату? Это не цитата, это он просто сам пишет. Сам Ричардсон пишет, что если в лангвеи было меньше восьми пар, то тогда он считался единым целым и не делился на подсет. А если больше, то тогда он разбивался на сеты по две пары или по три пары. Ничего не понял. И прогрессия сохранялась. Да, я тоже немножко офигела. Слушай, я не понял, что он хочет сказать физически. Надо перечитать это место. Он либо ошибается, либо мы его неправильно понимаем. Ну, он написал, что если в танцах было мало пар, сколько? Меньше восьми. Двенадцать можно. То есть он просто, скорее всего, неправильно оценивал, что значит мало пар. Нет, нет, я все равно не понимаю, что значит он танцуется одним в едином сетном. У тебя всегда есть... Помца, помца, все, больше ничего там не написано. У тебя есть все равно трипл майнер. У тебя майнер-то всегда есть. Первая тройка. Ну, в общем, это практически дословный перевод фразы. У меня книжка с собой, мы можем ее посмотреть в любой момент, если захотите. Танцам давали название по названиям мелодии, которые они танцевались. И в начале каждого танца первая дама могла выбрать мелодию, соответственно, танец. Так же, как делали уже позже в Олмаксе. То есть это традиция древняя. А он указывает, когда она появилась? Когда появилась? Древняя. На какой древней? Почему он говорит, что это было раньше Олмакса? Какие цитаты? Нет, потому что он сейчас описывает в этом разделе ситуацию, которая была раньше Олмакса. То есть вот он упоминает Плейфорда 1651 год со всеми переизданиями. И вот именно после упоминания Плейфорда рассказывает вот это вот все. Про первая дама выбирала, про дупло-трипло-майнерсеты. Так что, скорее всего, он имеет в виду времена гораздо раньше Олмакса. Вот. Наиболее полное описание Контраданцев как явления сделано в 19 веке Олмакса Уилсона. Вот я нашла у нас библиографии работы за 1808-2012 годы. Там их много. Там их много. Они все называются про Контраданцев, по-моему. Нет, я выписала только те годы, в которых есть работы про Контраданцев. У них огромное название. Нет, еще есть 20-е, 21-е, 22-е. Они просто называются. А внутри Контраданцев. А внутри Контраданцев есть. Понятно. Вот. Ну, так или иначе, это уже позже, более позднее время. Личицам пишет, что иногда Уилсона трудно понять, но очевидно, что это потому, что во время того, когда он писал свои книги, все приличные люди себе хорошо представляли, как танцевают Контраданцы и на каких шагах тоже, какие фигуры там бывают. И поэтому им-то читать было легче. Дальше удивительно. Наиболее распространенными шагами Контраданцев, английских Контраданцев, были Шоссе, ЖТ и Ассамы. Так и написано. Все. Мне больше нечего об этом сказать. Ну, еще замечание, то, что важно, чтобы выбор танца совпадал пофигурно с музыкой. Ну, то есть, чтобы танец сложился на нужное количество тактов. Поэтому главной даме настоятельно рекомендовалось пользоваться помощью подсказками распорядителя Бала, который мог с музыкантами тоже поговорить и вообще должен был по умолчанию иметь большой опыт во всем, что связано с Контраданцем. То есть, дама должна была с ним пошептаться, прежде чем осуществлять свой выбор. Можно следующий слайд? Ну, вот я открыл Ричардсона. Он, конечно, пишет. У него вообще никаких ссылок нет про 8 пар. Да. И тоже про то, что дама, он просто дам сразу про дамную музыку сразу переключается на Уилсона. Так что, на самом деле, не исключено, что это все относится только к описанию Уилсона, а не более раннему. Ну, в общем. Ну, непонятно. Да. А что там про Шоссе-Житая Самури? Ты ничего не говоришь, что это дам. Да. Ну, она тогда пишет про Уилсонов во времена уже позднего Уилсона, да, конечно, это так, но 19-й век. Угу. В публикациях в 50-м году, когда в первой книжке есть Simple Double. А в более поздних у него есть точно контрдансы на иммуэтных шагах. И мы сейчас предполагаем, что когда барочная в 80-е годы барокко проникла в Англию по полной программе, все контрдансы, в общем, быстро перешли на исполнение на барочных шагах в той или иной манере. Пока как это исполнялось в Англии, мы не знаем, у нас есть только французская правда, мы знаем, что книжка Фейе была быстро переведена на английский, и идея исполнения шагов и фигур на барочных шагах в барочной манере явно была известна англичанам, потому что это тот же Вивер или Эссекс, который, в общем, переводили все остальное. Вот, так что и дальше мы знаем, что опять же в Англии у нас есть книжки Николаса Дюкса, это 52-й, если я не ошибаюсь, год, и 1752-й. И А, Д, книжка, она 1764-й, в книжке 1664-го года сказано, что основной шаг это степ-хоп. Степ-хоп. Окей, можно следующее слово? Начинается. Так, вот тут начинается путаница, терминологическая проблема, сейчас мы попробуем с ней разобраться. Пишет, что английские контрадансы, English country dances, появились при французском дворе в конце 17-го века и имели некоторую популярность, сразу же получили при дворе Людойко 14-го, под названием английский контреданс, контреданс англиц. То есть, он фактически ставит знак равенства между английским контрадансом и контредансом англицом. Просто это контраданс, пришедший во Францию. Вот так. Ну дальше ля-ля на тему того, что вот пришли живые, менее формальные танцы, подрывать атмосферу французского двора, но это было закономерно. История танца показывает, что в каждом поколении молодежь всячески сопротивляется танцеванию дедушкиных танцев, родительских форм танцев, а старшее поколение переживает по поводу падения нравов. Мы это всегда наблюдали. И вот 200 лет назад, ну то есть сейчас уже практически 300, в 1724 году году Банне в своей истории танца писал, цитата в моем вольном переводе. «С самой свадьбой герцога Бургунского стало заметно, что благородные серьезные танцы, такие как «Канарий», «Паспье», «Дюшес» и многие другие, которые позволяют демонстрировать свою грацию, элигантность, год от года теряют популярность. Бранли, Курант и Минуэт с трудом удерживают свои позиции. Молодежь при дворе предпочитает контрадансы, в которых нет ни следа достоинства благородства прежних времен, прошлых дней двора. Это с дата? 1724 год. Все к тому идет, что скоро на наших церемониальных приемах останутся только для жалюзи, для катион, клинслиз, лерр, крысы, леррат, кабарьетер, стар, ремулер. Ужасно с артиклями звучит. Ремулеу. Ремулеу. Просто там в английский текст вставлены французские названия, поэтому они с артиклем извиняюсь. И другие подобные. Всё это способствует разрушению серьёзной танцевальной культуры и подтверждает слухи, что и французы тоже отказываются от стоящих вещей в пользу новизны. Вот это в 1724 году. Очень хорошо, что ныне покойный Бане не дожил Датверка и прочих вещей. В 1706 году Фие, о котором мы только что говорили, опубликовал много лангвеев, дал описание шагов, движений, мелодий, под которые их танцевали. Их можно найти в 10-м издании танцмейстера в 1698 год. Некоторые из них можно найти в издании танцмейстера. Фие в 1706 году опубликовал кучу лангвеев. Большинство из них можно найти в танцмейстере. А другие, скорее всего, придуманы самим Фие по образу и подобию. Причём в предисловии книги он чётко указывает на английское произведение. Какие танцы сочинены? Я здесь допомню. Фие прямо в предисловии пишет о том, что вот эти танцы сочинены Месье Фие, вот эти сочинены Месье таким-то. Так что мы точно знаем, какие из этих танцев кем были сочинены. И есть на эту тему, если я правильно помню, где-то в сети я находил таблицу сравнения, но у меня есть более полная таблица сравнений Фие, Лорана и Плейфордовских кадетов. Потому что из слов Ричардсона выходит, что если знающий человек прочтёт книгу Фие, то он может сказать, а-а-а, вот эти танцы мы уже видели у Плейфордов, а вот эти ты, наверное, сам сочинен. То есть вот как-то с интонацией увлечения почему-то это там написано. Это странно. Там хорошо, что-то я пишу. Можно следующий файт? Можно? Да. А, нельзя, нельзя, не надо. Вот. В общем, мы имеем следующее. То, что вот первую цитату я уже зачитала, то, что английский контраданс был представлен во Франции при дворе, где стал известен под названием контраданс англес. Дальше, во Франции, по прошествии первой четверти XIX века контраданс англес был замещён на контраданс францесс, который известен просто под названием контраданс. И третье, тоже цитата, намекающая по терминологическую проблему, то, что Кампа в своём словаре 1787 года называет словом «котильон» во множественном числе всего-навсего фигуру контраданса, контраданса. Вот. В результате получается то, что частенько в литературе как-то путаются термины контраданс, контраданс, контраданс англес, францесс, и «котильон» ещё туда прилипает, и из-за этого очень сложно как-то распознать их раннюю историю, по словам Ричардсона. А это вопрос очень важный, потому что все эти танцы были предшественниками французской кадрильи, поэтому раннюю историю надо бы знать. Но вот ошибки и путаница всё это затрудняют. Вот. Соответственно, у Ричардсона написано, что французская кадриль и все подобные ей современные танцы в каре происходят вместе от контраданс англес, контраданс францесс и «котильон». То есть все три танца дают в сумме французскую кадриль. По его словам. А как он отличает «котильон» и «контриданс францесс»? Никак. Никак, да. Я тоже хотел задать этот вопрос, по-моему, никак. Про «котильон» можно следующий слайд. Отдельно, ну вот, да. То есть вот из текста Ричардсона и из его анализа ошибок других авторов получается, что кадриль, французская кадриль, является суммой всех вот этих трёх явлений. Ну, хорошо. Дальше? Дальше. Котильон. Изначально «котильон» – это потомок французского крестьянского танца для множества пар, стоящих в кругу. А позже этот круг превратился в квадратика. Количество пар состоялось до четырёх. Впервые он упоминается о времена Людовика XIV. Он был основан на народных мелодиях. Это дословная цитата. Видимо, танцевался под какие-то мелодии, под какие-то композиции на основе народных тем. И эквивалентен контрадансу в форме раунд в английском. Вот это по словам Ричардс. Почему он вдруг эквивалентен контрадансу в форме раунд? Потому что, когда вести раунд он тоже на четыре пары. Он не всегда был на четыре пары. Он на пять пар, да. В общем, это не очень ясно, почему он сравнивает именно здесь и именно сейчас. Название «котильон» именно без дополнительной буквы «i», «котильон», именно так, как я написала, происходит… Но Ричардсон употребляет это слово везде, даже не в цитировании, в своей английской работе, в этой же форме. Вроде бы это более параллельный способ, потому что «котильон» писали только американцы, только в середине века. Вот, хорошо, это хорошо, что ты это сказал. И кажется, что это не приближилось на писание, поэтому… Само слово «котильон» буквально означает то, что под нижними юлками, и происходит… Крикатура 17-ая через парахи. Вот. А почему не отсылку это сказать? Да, кстати. Кстати, да. Нет, это, насколько я понимаю, просто английский, французский написано. Ну, Вилсона в «котильон» и «энткадри панорама» написано «котильон». Ну, потому что по-французски это писал. Вилсон? Конечно. По-французски писал. Потому что это модно. Окей. Так вот. Вот тут приведена цитата, которую я не вела на себя смело в проводить с французского языка, и читать вслух, чуть на тему нижних юбок. Когда я танцую, смотри, там всё ли там в порядке. Ничего ли там не видно лишнего? О, нет. Это опечатка для «котильон» написана Вилсон. Так вот. Вот такая вот была пребольная песенка, от которой пошло это название. «Контриданс» тоже был танцем в каре для двух или четырёх пар. Тут употребляется слово «контриданс» в видимом значении «контриданс францесс». Потому что выше… Скажу. Потому что выше Ричардсон пишет, что это типа одно и то же. Так вот. Он был танцем в каре для двух или четырёх пар. В каре для двух пар. Прикольно. И, предположительно, разработан французскими танцмейстерами на основе «duple minor sets» английских «контриданс». Это фраза вообще безумная. Я её перевела сейчас дословно. Я не знаю, что с ней делать. Можно катитовать? Значит, пункт первый. Во-первых, я рекомендую всем посмотреть доклад Станислава на последней конференции про Катильоны. Он очень подробно обошёл… Анташ, ты даже в чате хотел написать? Я ему уже даже там ответил. Если что, я читаю чатик, у меня открыта трансляция, и я отвечаю на ваши вопросы. Как только вижу. Пишите вопросы, если нужно. Что мы сейчас знаем в двух словах? Первый танец с названием «Катильон» — четвёртый рекёй для 1705 года. Соответственно, Фигей говорит, что это уже старый танец. И это всё, что мы знаем про эту формацию танца, он на две пары. Куплетно припевной формы. Дальше идёт спекуляция на тему того, это старый французский танец, или это старый танец, на который повлияли английские контрданцы, привезённые в 1880-х годах 17-го века, а в 1705 году они уже повлияли друг на друга. В общем, этот вопрос остаётся пока без ответа. Танца ещё идёт? Ну, она слишком далеко. А факт остаётся фактом, что потом у нас есть много такого типа танцев в манускриптах, и в конце мы получаем танцы уже не на две пары, а на четыре пары. За подробностями, обсуждениями, пожалуйста. И появляется это упоминание. Значит, танцы на две, на четыре пары и смешанные, странные. Есть в 1726-м, если не ошибаюсь, году. Это первый сборник Дезе. Или 25-й, или 26-й, сейчас не помню наизусть. И манускрипт, про который рассказывал Станислав, манускрипт Дёрлах, в котором много танцев разных формаций, где-то, возможно, между ними. Он давал более точную датировку. И к 1750-м годам сплошные танцы в каре, все они называются просто контриданс, но некоторые иногда называются со словом котельон, а некоторые не называются. Да, вот то, о чём у меня там было. Хороший вопрос, что это слово значит. Опять же, Станислав предположил, что это станцы со словом котельон в названии имеют строгую музыкальную форму, и все могут исполняться под мелодией друг друга, а все остальные исполняются под свою собственную мелодию. Хорошее предположение, его надо проверять. То есть, получается, что единственный отличительный признак раннего вот этого котельона, это то, что, возможно, у него есть одна музыкальная структура, а никаких вот характерных других особенностей нет? Мы не можем сказать, с чем этот танец отличался, контриданс? От контридансов английских, конечно, он был танцевался, это не лангвей, это танец, во-первых, куплетный. А францесса? Они называются, ну там чуть попозже, не 50-е, наверное, а 50-е, это кто, Каузак у нас выпустил сборник? 25-й год, Лизаев, подсказывает нам. В общем, в 60-х годах есть куча контридансов, изданных отдельными листочками, и они называются или контриданс францесс, или контриданс алемант. Что в это закладывается непонятно, слово Котильон я ни на одном из этих листочков уже не увидел, поэтому возникает закономерный вопрос, а термин Котильон вообще использовался либо в Франции, но здесь использовался. Это Англия. Использовался либо в Франции, непонятно. Но он использовался точно в 30-е годы, то, что Форве рассказывал на конференции в музыкальных сборниках, да, есть, да, похоже, что музыкальная форма диктует название. А фразы названия контриданс из алеманц, они, вот здесь вот тоже упомянута у Ричардсона, цитаты из Дюбуа, основа танцевания алеманда, конец 18-го века. И Станислав пишет нам, что к 25-му году, и сам Дизе пишет, что многие катильоны танцуют на 4 пары. 4 пары уже в 25-м году популярны. Ну и, соответственно, еще тут упомянуто то, что в конце 18-го века была опубликована в Англии маленькая книга Рендалла и Абеля 16 катильонов или французских танцев, которые танцуются при дворе и на всех приличных ассамблеях. Дата еще раз? Конец 18-го века. Самый конец 18-го века. При описании каждый катильон танцуются в 4 пары, а в одном из них он называется Le Point de Jean. «В качестве элемента танца присутствует шаги милает». И еще один комментарий от Стаса. «Контриданс францезе», «Контриданс алеманда» в тех сборниках, про которые Юра говорил, отличия в музыкальной форме. То есть у них разная музыка. Пользуясь случаем, хочу передать Стасу привет и большое спасибо за комментарии. И напомнить ему то, что… А мог бы прийти и лично? Да, то, что можно было прийти лично и поесть пиццу, и то, что я излагаю не свою точку зрения, а то, что написано удерживаться, поэтому не несу за это ответственность. Можно следующий слайд? Ну и как бы для порядка говорится то, что называлось словом «котильон» в середине второй половины XIX века, это уже совсем не та танцевальная форма, а это бальная игра, которая включала в себя какие-то специальные действия, обмен фантами, штрафы, выбор партнеров, смену партнеров, образование троек. Или вот, например, как здесь обозначен «котильон» с несчастным кавалером, который держит зонтик на… «Chevalier de la triste figure» Да, это он. Вот. Мы про Мейера танцевали. Это его аналог про зонтик. Это его аналог. Ну, в общем, собственно, у меня… Там еще со свечкой есть, в реальности. Он меня этим привлек. Ох, и со свечкой – это прелесть. Ну, в общем, я подумала, что в связи с прошедшим баллом это обязательно эту картинку необходимо показать, она прекрасна. Вот. В общем, то, что стало «котильоном» с середины XIX века уже не имеет ничего общего с тем, что называлось «котильоном» в конце XVIII века. Хотя, вот я не знаю, в конце XVIII века «котильонов» там предусматривалась смена партнеров? Нет. Но вопрос в том, как относится «котильон XIX века» с «котильоном XVIII века» это тема докторской диссертации, которую она пишет. Он правильно пишет. Это, в принципе, такой же ответ мы можем сказать вплоть до сегодняшнего дня. Есть разные мысли. Есть то, что рассказывала Мария и мнение немецких танцмейстеров. Есть то, что рассказывала Ханилора и мнение ее. Есть статьи самой Ханилоры, но 20-летней давности, где она рассказывала противоположное мнение. Так что, как минимум, есть много танцев, от которых это могло произойти. Вечница отмазывается от решения этого вопроса следующей фразой. То, что непонятно, является ли современный вальсовый «котильон», он называет его современным, прямым потомком «котильона XVIII века», но он по меньшей мере им вдохновлен. Да, да, да. Убрал вдохновение оттуда. На самом деле, параллельно с «котильоном» игрой в XIX веке, судя по всему, существует устойчивый хореографический форум под названием «волк скотильон», который танцуется, кажется, в каре, кажется, на четыре пары и подвальцевую музыку. И она популярна в данном альбоязычных странах. Да, и она, ну, кажется, что она как-то… А еще в Америке, да, в Америке куча «котильонов», в смысле под именем «котильон» есть куча танцев в каре, есть нечто под названием «сетов котильон», которые непонятно как танцуются и вообще. В общем, и это тема докторской диссертации с Юрой, которую напишет когда-нибудь она. Я дополню Юру. Дело в том, что то, что во Франции называлось просто «контриданс» до начала XIX века в Англии, называлось «котильон». И даже Томас Уилсон пишет, что французская «котильон» – это не что иное, как фигуры наших старых котильон, только мы их танцуем вот немножко в другом формате. Ричардсон пишет, что это фигуры старых «контриданс». Да, это оно и есть. Но только Уилсон использует слово «котильон». Проблема с терминологическими путами в разных странах, а в Германии это все называлось «кодринь». Видимо, во всех науках есть такая… «Икотильон» позже. «Икотильон» тоже. «Иконтриданс» тоже. «Контриданс». Предлагаю учиться у биологов и ввести латынь для названия видов танца. Она не помогает. Она не помогает. Мне кажется, сначала надо родовое и видовое деление. Кстати, да. Вот это было бы неплохо. Эволюцию танцев. Там какой-нибудь геном придумать – вообще ништяк. Но я надеюсь, когда-нибудь какой-нибудь смелый биолог всем этим займется. Нет, не я. Какой-нибудь смелый криолог. Спасибо за внимание. Все? Да. Вот, смотрите картинка. У-у-у-у. А, мне больше всего нравится левая дама. Я даже не знаю. У левой дамы тут такая грудь спереди и голова туда отвернута. Я думаю, что левая дама носит корсет. Да все равно выглядит как грудь. А мне кажется, что вообще-то она вроде развернута спиной. А, кстати, да. А посмотри, куда у нее колени смотрят. Вообще непонятно. Поэтому, честно говоря, мне кажется, что ей очень плохо с анатомической точки зрения. Кривали тебя. Кривали. Для тебя научится она. Таблицы Браймеса еще через несколько лет. Какие есть вопросы по докладу Катя? У меня есть список городов, но я думаю, что я за вами их в приватной серии. Нет, давай вообще на тебя. Нет, в смысле, там у меня список источников типа, а что это за источник? А, да, у Ричардсон есть библиография. Книжку возьми все. Книжку возьми все. Ну, мне долго искать цитату. Там не долго искать. Я не хочу прочитать, а я не хочу. Ну, мне точно так же долго, как и тебе. У меня все переведено. Красно. Скажи, у него у Ричардсона есть нормальная библиография? Я бы не назвала ее нормальной, но она есть. В смысле, у него есть список книжек с названиями. И годами желательно. Список книжек вроде бы есть, а нормально оформленные цитаты в тексте не везде. Не, ну, цитаты ладно. В смысле, если там вот он говорит, что это пишет из бронат Риза... Юра, протяни правую ручку, дай мне книжку Ричардсона и отвечу тебе на вопросы. Ага, спасибо. Так, у него есть список авторов. Афаидный список авторов у него есть. Но, по-моему, он этим исчерпывается. Ну, грустно, но хорошо. Я бы записал, я попробую что-нибудь по этим заметкам найти. Да, действительно. Яндекс умеет исправлять опечатки. В общем, он исчерпал себя терминологическим списком. Да, Форве, Форве, ты нас слушаешь. Вот там была очень клёвая цитата из Банне. И там был список танцев, вот прямо в твою новоопубликованную статью надо будет её добавить, если её ещё там нет. Там прямо в список танцев я видел, что совпадает с Юрлахом. Форве об этом так сказала. Если Форве меня слышит и мне напомнит, то я ему пришлю английскую запись этой цитаты. Да нет, я говорю, что ему проще из Банне раскопировать, потому что как минимум там опечатки исправятся. Ну, да. Но там непонятно, где конкретно эта цитата. А Банне не помню, я думаю, он очень большой или нет? Ну, если честно. Ну, в общем, да, Банне это и есть. И Банне у нас есть. В отличие от какого-то Эдуарда Ризера и ещё какого-то десятка непонятных председательников. А вы вот эти трансляции? Нет, мы там видим. Это же так весело. Там Голд должен сказать, что когда следующий семинар... Ну да, вот эта страница 47, там было про Банне написано. 47-48. Да. Есть ли ещё какие-то вопросы? Форель сказал, что надо найти, и он не расслышал, что за статья напомнит. И, в общем, он нас, в принципе, слышит. Так, тогда я выключу презентацию. Ты, главное, меня выключи. Тебя? Тебя невозможно выключить. Ну, спасибо. Ну, а как ты предполагаешь, чтобы я выключил тебя? У тебя где кнопка выключения? Ну, скажи. Ааа... Аааааааа, хахаха, хаахаха Итак. Итак.